Здравствуйте, дамы и господа, это канал Георген Ко, я его ведущий Георгий, и сегодня мы возвращаемся в игру Оксиджен Нотан Калюдет. Вчера я записал серии по этой игре, вот, и выложил их сегодня, я так понимаю. Да, ну и эти будут, наверное, завтра серии выложены, вот так примерно. В этой игре мы боремся с дефицитом энергии, угля и, конечно же, кислорода, ну и воды, соответственно. Блин, у нас с водой вот тут гиперпроблемы начались, быстрее, быстрее, колонисты, сливайте воду, ну что ты вы делаете-то, воды не хватает, не хватает у нас, это, воды, нехорошо, это, конечно, дамы и господа, что у нас воды берется, все, и не хватается. Да, доступны новые дубликанты, но я их пока не буду брать, потому что наши колонии так, ну, ну, я не знаю даже, как это сказать-то, перегружено, можно так сказать, скажем так, перегружено. Содержание пусто, почему? Почему пустая труба? Куда весь кислород уходит? Почему так все дергается? Так-так-так-так-так-так-так, что-то тут какой-то бред происходит, честно говоря. Извините меня, но тут какое-то что-то странное, ну да, я тут что-то перекрутил. Подождите-ка, хотя это вреда, скорее, пользу приносит. Подождите-ка, ручной шлюз. Сохраняй давление в комнатах. Почему? Почему? А, ну да, кислорода не появляется в достаточное количество. так 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 ну да это я что-то зря соединил трубы то газовая труба и снести 9 приоритет но это не так принципиально самом деле важно главное нам избавиться дефицита воды вот это очень важно и заработал наконец-таки мотор тот который должен был работать столько еще времени назад но заработал к сожалению только сейчас вот так надо сливать воду дамы господа отсюда и сюда пусть пойдет вода и приоритетом восьмым потому что вода нам всегда нужно вода движется сантехник мне прям приятно смотреть на это как вода идет идет по трубам идет по трубам красота не правда ли началась переработка воды и вода сливается куда куда ей и место собственно принимать у новых колонистов мы пока не будем нам бы пока стабилизировать нашу хочу сказать финансовую систему но у нас система я даже не знаю как сказать даже не экономическая социальная не социальная не могу сказать даже тут тонна углекислого газа выходит смотреть крутится все это все это идет помню даже не знаю как сказать это по ну не накатанная заработала заработал наконец-таки аккумуляторная система работает работает система работает 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 какая-никакая энергия у нас а появляется и так проблемы с углем ну с водой у нас кое-что тут я надеюсь проблема решится как-никак там но умеренно умеренно все-таки решится включайте ну жалко нельзя все отключить все вот эти от раскислители сразу тут же мгновенным да ладно ладно мы сейчас думаем что нам дальше делать так работает работают охладители и выполняют свою задачу они на сто процентов ну я ее поставил им ровно такую которую они и должны выполнять приоритет 8 8 8 8 приоритет кто должны забирать уголь отсюда потому что пока что мы не можем достичь независимости энергетической к сожалению великой великому сожалению достичь энергетически зависим энергетической независимости нам к сожалению совершенно не удается вот это конечно грустно но но увы не но вы делать нам нечего жидкостный насос скоро грязная вода пойдет ее надо будет распределять отделять вот наконец-таки прокопали прокопали туда куда и должны и теперь вот это раскопают и все вода теперь пройдет вот сюда вот в это хранилище водяное которого нам конечно же очень даже поможет избежать дефицита воды вода пасти пас точнее не постепенно постоянно перерабатывается этими очистителями только у нас в грязи очень много загрязненной земли конечно астонным компостные кучи нужно поворошить ну да ладно потерпят потерпят тут у нас песчаник песчаник мне очень хотелось построить эти как называют там солнечная панель правая турбина это конечно хорошо все но нам нужен свет свет вообще говоря спасение наше будет в принципе в целом и в принципе ну пока что колонисты себя кое-как обслуживают про получи поручение назначена земли пока что нас кое-как но хватает кое-как но хватает это ну в целом неплохо конечно же грязная земля грязная вода жидкостная труба медная руда доставиться должна что я должен и сейчас собственно говоря сделать первым делом так столовая 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 исследование хотя у нас с едой вот проблемки начались а может логику взять и исследовать все логический контроль оверлей автоматизации на и хранилище ну давайте-ка ладно высоко температура стекло из песка но она нам пока не нужны хотя давайте вот этом том конвейеры воспользуемся ими вот тут надо все это перераспределять столько всего это надо перераспределять дамы и господа но увы вы с этим у нас конечно же определенные проблемы произошли разделяется все этот кислород уходят туда куда ему и следует уходить работают у нас машины водородные то есть все работает почти что идеально можем так сказать давайте-ка моего даже закроем пока что то есть работает и ладно закрываем закрыли ура нет не закрыли к сожалению сожалению но не закрыли что-то такое копать давайте код приоритет все-таки на этой 7 поставим потому что нам лестница это в любом случае очень пригодилась бы почему потому что ну так кислород сюда надо привести я совсем забыл то совсем забыл я сюда кислород завести он тоже ведь пригодится но пока что пусть база наша подышит вздохнет в полной грудью так сказать пока что все распределяется это хорошо кислород идет и распределяется по базе но пока что его видите как можете заметить пока что его не совсем хватает не совсем хватает к сожалению но кислорода у нас не совсем хватает приоритет 8 мой. Так, еда. Еда, еда, еда. Вот тут растения наконец-таки начали ростом занялись. А, ну да. Только еще вопрос теперь, как это все переделать, эту плитку. Вот допустим, смотрите, что если будет, я сделаю... Ну да. Я понял, почему эти растения... Знаете, что лучше сделать с этими растениями, честно говоря, проще. Хотя вот если попробовать, смотрите. Плитка. Ну и допустим, я ее построю из Абиссолита. Вот тут. Приоритет девятый. Просто что будет, если я так сделаю? Я хочу посмотреть, как отреагирует на это наша система водяная. Ну не водяная, а... Ну водяная. Ну как плитка. Главное, чтобы за этим уследить. Ну да. Видите, такое вот лучше не делать. Вытереть восьмым приоритетом. И из-за этого я могу сделать очень простой вывод, что Ашкантус задохнувшийся бедный, что это вообще лучше, говоря, все снести. Снести. Потому что, ну тут это... Замучаешься восстанавливать, тем более температуру еще придется нормализовывать и так далее, и тому подобное. Мы единственное, что должны сделать сейчас, чтобы избежать... Ой, да. Замучаешься, честно говоря. Седьмой приоритет. У нас дефицит еды начинается очень страшный. И не делается у нас еда совершенно. Медленно очень делаются все. Приоритеты. Готовка, готовка, готовка. Приоритет по готовке. Сушев. Занимайтесь готовкой, пожалуйста, люди. Как жалко, как жалко. Как жалко. Честно вам скажу, это очень жалко. И ситуация, честно говоря, очень-очень напряженная. Потому что, если колонисты не будут заниматься приготовлением еды, то мы погибнем от голода. В прямом смысле этого слова. Вот так энергия, провод. И как если было дело только в еде, то мы, конечно же, с этой проблемой бы очень быстро разобрались. Но, к сожалению, у нас туча проблем одновременно. Ну, водяная, это даже меньше из всех проблем. Сейчас у нас проблема угольная. Это очень опасная проблема. Тем более, одолеть ее, ну, ликвидировать будет очень-очень непросто. Эту проблему решить крайне-крайне непросто будет. ну, непросто, в общем. Решите все тут. Энергетическая аккумуляция. 3%, 3%, вот так пусть, когда будет 3%. Работает, заработала. Все у нас тут энергетические машины. Восьмой приоритет. Грязевой батончик. Пусть еда у нас копится. Еда нам очень-очень нужна. Переработка воды у нас происходит с огромной скоростью. Вот что я могу сказать. Ну, и так же надо, я, наверное, я думаю... Наверное, вот даже вот так лучше всего будет. Лестница. Нет, даже не тут лестницу строим. Лестница. Шестым приоритетом. Вот сюда. Да, лучше пусть будет... Сюда у нас лестница. Приоритет шестой. Хорошо, все. С приоритетом настало. И как раз-таки эта вода у нас будет идти нам полностью-полностью на благо. Хорошо, хорошо. Нефть мы забираем. Забираем нефть. Это хорошо тоже. Ложи. Это хорошо. То, что мы нефть забираем и используем ее на благо. Только она у нас, как вы можете заметить, быстро кончается. Потому что мы ее используем не совсем по назначению. К сожалению. Не совсем по назначению. Забраны мукоеды. Копия свойств. Так, что это такое, а? Дезинфекция. Опустошить. Ладно, вот это. Циклично. Восьмой. Это циклично. Восьмой. Хорошо. Надеюсь, они что-то сделают тут. Надеюсь, они, колонисты, будут выполнять. Забрано. Мало воды. Вот забираем, к сожалению, из-за этого. Всех проблем вот этих водяных. Водяная проблема, конечно же, подрывает наше самочувствие. Диарея у людей началась. Воды не хватает. Вот это, конечно, проблема. 91 килограмм воды забран. 61 килограмм воды. Ну, постепенно, постепенно мы кое-что тут делаем. И кое-как справляемся с проблемами. Хотя, конечно, медленно мы с этим делом справляемся. Тут, конечно, у нас куча природного газа. Это проблема, конечно, большая. Может, керосиновый генератор пока отключить? Может, пока его отключить? Честно говоря, тут кислорода у нас не хватает. Это, конечно, совсем нехорошо. Но постепенно, постепенно наша база заполняется кислородом. Очень скоро и тут появится необходимое количество кислорода, чтобы наши колонисты могли жить долго и счастливо. Как же все сделать-то? Это непросто будет сделать. Тут этот вулкан в покое, находящийся веками. Тут загрязненный кислород. Комната все тает, тает все. Интересно, это, конечно. Интересно, но пока мы этим воспользоваться совершенно, совершенно, совершенно не можем. Энергия работает и уходит у нас не по назначению, к сожалению. Работает кислородная машина. Как у нас вода идет? Я посмотрю. Да, идет вода. У нас полностью прекрасно. Тут вообще это... Не разберешься. Не, ну, конечно, можно разобраться, но это будет сверхсложно на самом деле. Перерабатывается вода, перерабатывается. И последние остатки энергии у нас уходят не совсем туда, куда им следовало бы уходить, на самом деле говоря. Вот и все. Что будет дальше? Если так вот остановиться, появляется какая-то энергия откуда-то, но она быстро исчезает. Сейчас ее восстановят. Добавят уголь. Добавят уголь, и генератор у нас снова заработает. Но это ненадолго, потому что у нас много очень загрязненной воды. Точнее, очень много энергии потребляется, поэтому вот такой вот результат. Следующее исследование у нас будет возобновляемой энергии. Главное, чтобы наши колонисты не забывали, что надо копаться вот сюда. Они вот, к сожалению, забывают это делать. Газовая-газовая труба. Смотрите, кислород пошел туда, куда ему и следует идти. Пошел-пошел, кислород пошел. Пошел-пошел-пошел, кислород туда, куда ему и следует идти. Тут этот гейзер заснул, он спящий. Тут загрязненный кислород только сидит откуда-то. Он появился, прорвался. Непонятно откуда, но... О, подождите-ка, смотрите-ка, пуфт принц. Ест, который выделяет большие комочки следите с каждым выдохом. Принца, если отсутствует загонил. Так, ну давайте кислород нам надо. кислород нам надо, вот. Вот тут кислорода уже недостаточно. Надо добавлять кислород вот сюда. Вносим сюда кислород, я думаю, да. Решетка вентиляции. Вот сюда пусть у нас кислород пойдет. Даже вот так вот. мост и газовая труба. Надо постоянно торопиться, чтобы у нас все не развалилось, иначе будет плохо, одним словом. Вот сюда у нас отправились трубы для строительства. Энергии аккумуляторы заполняются и выполняют свою первостепенную задачу. пошло заполнение энергии. Прекрасно, прекрасно. Блестяще, можно так сказать. Это надо все переработать, эту воду, но это пока у нас не горит. Это проблема. Мы должны, главное, чтобы... Так, уголь, водоросли, ну это водоросли, они, да. Их можно даже и оставить тут. Отмена, только отмена, отмена, отмена. Водоросли тут пока и оставим на самом деле. Подышать кислородом пришел человек. Ну да, тут тяжело копать, потому что тут кислорода не хватает. Уголь, 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 уголь. Постепенно его количество то увеличивается, то уменьшается, но в конечном счете оно закончится, потому что, ну, не хватает, не хватает у нас ресурсов совершенно и абсолютно для этого. Может поставить, смотрите-ка, сантехника, еще одну разливочную машину. Почему бы и нет? Вот тут прямо рядышком. Разливочная машина. Приоритет девятый. Доступны новые дубликанты, но пока мы их брать не будем. Так, пора строить раскольщик яиц, но это дорого. Точнее, нет смысла. Стекло, пока там тоже не нужно. Очищает песок. очищает песок, стеклоплавильня. Я все думаю, думаю, фармацевтическая камера. Нам нужен очищенный металл, чтобы у нас все было. Дефицит еды. Дефицит еды. Чем колонисты сейчас занимаются, я не понимаю. Вот еда до земля у нас уходит, конечно, со страшной скоростью. И почему колонисты до сих пор не выкопали вот это? Что они делают? Я не понимаю. У меня большой вопрос с колонистами. Что они сейчас делают? Что? Температура. База, конечно, у нас горячая стала. Но тут вообще пекло. Самое настоящее. Жара, жара, жара. Представьте, зайти в комнату, в которой температура 50 градусов. И там вам надо работать на нефтеперегонной установке. Ужас. На самом деле, говорится так задуматься. Ну а тут вообще 64 градуса. Я тут не выживешь, мне кажется. Но если вот такой вот зайти 58 градусов, сваришься. Если долго простоишь, на самом деле, если так подумать-то. Забираем воду, забираем. Вода нам это очень нужна. Так, я все смотрю. Что делают у нас колонисты-то? Почему они не занимаются тем, чем должны? Забрали землю, забрали воду, забрали килограмм воды. Доставлена вода. Прекрасно, прекрасно. Семь мучного дерева. Может, еще приоритет повысить? Нет, ну это уже слишком приоритет будет высоковато. Все, надо нефть экономить, мне кажется. Хотя... Новые дубликанты, технологии не выбрано. Возобновляемая энергия появилась у нас, наконец-таки. Стекло. Из стекла она делается. Стеклоплавильню нужно делать. Бункерная дверь блокирует потоки, жидкость. Сталь нужна. Но в любом случае, очень высокой сопротивляемостью к ударам и давлению. Бункерная дверь. Да... Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-да. Думаю, это я все подумал сейчас, что можно, конечно, построить эту более экономичную систему. Но просто, понимаете, дело в чем? Просто это не совсем... Как это сказать-то? Ну, не знаю. Продумывалось, мне кажется, разработчиками, чтобы как-то построить, не знаю, например, электролизер тут потом. Насос тут и тут. То есть, без этих вот газовых фильтров, а за них место нужно оставить логику. Но мы ее пока не исследовали. Вот сенсор атмосферного давления. Когда давление газа находится в выбранном диапазоне. Сенсор микробов, ТМРМ-сенсор, логический провод, кабельный мост. И там можно через двери ставить автоматически, которые они будут закрывать. Я так предполагаю. Просто не хочется этим пока пользоваться. Так, а насколько высоко можно подняться? Ну, я помню, что высоко, на самом деле. Хотя там еще, конечно, есть... Ну, там очень высоко, на самом деле. Почему не копают колонисты? Чем они вообще занимаются? То есть, нет, я не прочь подождать, на самом деле. И 10 даже циклов. Но, понимаете, если мы будем так ждать, условно говоря, годами, то у нас уголь закончится. А у нас уголь, он далеко-далеко не вечный, я вам и скажу. Это очень опасно может сказаться на нашем благополучии. Вот так. Так, 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 так. Ну, и вот сюда поставим лестницу. Приоритет 8. Заберем отсюда остатки угля. Ой, какой огромный ледяной биом. Красота, просто-напросто. И проход закрыт. С двух сторон. С двух сторон. Карта у нас не по горизонтали, а по вертикали у нас, ну, в этой игре расположена. Тут куча грязной воды выделяется. Ну, что ж. Давайте-ка мы пока отключим керосиновый генератор, чтобы нефть эта у нас не уходила в таких больших количествах. Может, вообще выключить эти пластиковые машины, потому что... Ну, я даже не знаю, честно. Ледяной блок увеличивает декор. Ну, я даже не знаю. Лампа докаливания, блок для ваяния, творческий дубликант, чистый холст. Увеличивает декор и уменьшает стресс. По-моему, он только увеличивает декор, потому что о стрессе там ничего не сказано. Утилита, обои, стена на заднем фоне включена. Будете удивлены, сколько исследований было проведено, чтобы разработать эту стену. Стена нам не нужна. Не нужна нам стена. Ну, как эта игра еще раз вспомнилась. Просто то, что похоже очень на игру Craft the World. Хотя я в эту игру ту не играл. Craft the World просто видел. Но очень похоже. Так, ладно. Пускаем время. Надо очищенный металл и все тут. И все тут. Очищенный металл. Металлургический завод выплавляет очищенный металл из... И нам нужен холодгент. Часть жидкости будет холодгентом. И любая, кстати говоря, жидкость. Любая. И энергии очень много тратит. Но это делать придется все равно. Ой, где же мы его построим-то? Вот это все. Кстати говоря, можно и тут, в этой жидкости. Почему бы и нет? не воспользоваться тем, чем у нас уже... Что у нас уже есть. Давайте-ка построим тут, смотрите-ка. Металлургический завод. Потребляет, конечно, очень много энергии. Но что делать? Как говорится, что делать? Придется покарабкиваться из такой непростой ситуации. Ахладгентом, знаете, хитро можно построить. Ну, там обычная же жидкость. И вот, значит, мы можем использовать ее 4... Вот, смотрите, грязную воду пропускать постоянно. Вот эту. Она нам как раз-таки, пусть она погреется, эта грязная вода. Потом она все равно превращается в одинаковую воду с температурой 40 градусов. Это, конечно, я не согласен. Несправедливо несколько. Ну, что же делать? Хладгент. Ну, что ж, давайте-ка построим Хладгент. Почему бы и нет? Построим, построим мы Хладгент. Я все думал, может мне сделать, знаете, что... Сейчас, подождите. Жалко не земля. Да, надо еще, наверное, вот эти мусорки строить. Мусорки, мусорки, мусорки. Ползают, ползают животные. Но меня это никак не вредит, никак не раздражает, просто нейтральное. Только шахтер. Такое ощущение, что у нас шахтеров стало очень мало. Да нет. Вроде все с ними нормально. Почему не работают? Грузчики все носят, носят, да не доносят. Туда, куда им и следует быть. Грязная вода. Вот вода, вода, вода. Забираем воду и прокручиваем через охладитель. Хладгент. Не, ну делают в любом случае. Это надо, я так все это откладываю, но если я это буду откладывать, это только хуже сделает мне, понимаете? Только больше вреда нанесет, понимаете? В будущем, если у нас не будет достаточного количества вот этого очищенного металла, потому что, ну, полезная вещь. Очищенный металл. Какая жара, на самом деле, сейчас наступил. Ужас. Дышать невозможно, поэтому вы слышите. Вот, слышите с улицы, поскольку окно открыто, потусторонние шумы, так сказать. Скорая помощь или же полиция, но, скорее всего, это скорая помощь. Потому что полиция реже все-таки, мне кажется, проезжает, тем более с мигалками, точнее, с сиреной. Так, термосенсор, сенсор микробов, газовые трубы, пластик, очищенный металл, да! Так, да, энергия, сантехника, давайте-ка, жидкостный насос, так, хладгент, жидкостный насос, а потом еще можно трубу одну, хотя можно в обычную трубу все это сливать, на самом деле говоря. Она уж не так уж и забита у нас, если так посмотреть, ну, хотя, давайте в одну трубу рискнем. риск благородное дело, как говорится, гранит. Еще бы это протянуть бы как-нибудь. Не, ну протянуть это, конечно, можно, то есть, просто надо постараться, но это все-таки, ой, как мы это еще продираться будем. Давайте кривой сделаем, еще хуже сделаем для базы, но я не хочу это все расчищать. Лучше, конечно, вести через центр, хотя даже лучше нет, не через центр, иначе потом в будущем еще больше путаться будем. То есть, так хотя бы хоть и криво все выглядит, и смешно, и так никогда бы не сделали в реальности, ну, дубликанты нет, мы же сделали бы в критической ситуации, но это такое нагромождение. Потом не разберешься, это у нас тут есть чертежи, а так бы у колонистов они бы замучились разбирать, разбирать все это, ну, ладно. Ладно, вот так, пусть пройдет труба, а на этом, дамы и господа, я все-таки закончу нашу с вами серию, спасибо за просмотр, оценивайте видео, оставляйте свои комментарии, я буду очень-очень рад их все прочитать, и пишите советы по моей игре. Надеюсь, мы с вами в этой, в этом сезоне проживем как можно, как можно дольше и не погибнем в ближайших сериях. Всего вам наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok